Подготовка к отопительному сезону идет по нескольким направлениям. Сюда входит ремонт инженерных сетей, кровли, горячего, холодного водоснабжения и другие виды работ. В многоквартирных домах в районе 300-го квартала идет замена деревянных дверей, которые уже отслужили свой срок на металлические. Новые двери утеплены и обеспечены кодовыми замками. А в пятиэтажном доме по улице Некрасова заменены трубопроводы горячего водоснабжения. У нас была произведена полностью замена водопровода горячего водоснабжения. Вместе с вентилями, штуцерами, с кранами всеми. Полностью вся система отопительная. Опрессовка будет всей отопительной системы. Уже с теплосетями у нас есть договор. Будем производить полностью всю опрессовку системы отопительной. Дело в том, что металлические трубы, у них есть такая способность, они закоксовываются. И в будущем проходимость у них постепенно, конечно, снижается или вообще проводит. Они забиваются полностью из-за коксованности. В пластиковых трубопроводах это исключено. Они намного лучше, конечно. На улице Калинина отремонтирована кровля. Заменены 99 квадратных метров аварийного участка крыши. Всего по подготовке к зиме запланировано в управляющей организации ООО «Лобинский ЖЭК» 18 домов. На настоящее время порядка 70% планируемых работ уже выполнено. К 1 сентябрю, как поставлена была задача губернатора Краснодарского края, все жилищные объекты должны быть полностью готовы к зиме. Просьба, в соответствии с этим, администрации властей города такая. Ко всем жителям, во-первых, провести мероприятие по энергосбережению. То есть это утепление окон в подъездах, где-то, может быть, в подвалах, замена стекол. То есть то, что они могут сделать своими силами. То, что они своими силами не могут, подать соответствующие заявки в управляющие организации. И подготовить к 1 сентябрю все паспорта готовности домов к новому отопительному сезону. К холодному времени года готовится также водоканал. В этом году подготовка к зиме проходит в особых условиях. Во-первых, коррективы в плановые работы внесла прошлая зима, потому что прошлая зима была аномально холодная, и много пришлось потрудиться. Во-вторых, 261 закон об энергосбережении обязывает нас по заключению энергоаудита провести утепление зданий, поменять на энергосберегающие светильники, заменить насосы на более эффективные. Денег на все не хватает. Поэтому мы выбираем самые острые моменты, без которых невозможно будет провести следующую зиму. На насосной станции первого водозабора в рамках энергосбережения произведена замена оконных блоков. Старые деревянные, поставленные еще в 50-е годы, поменяли на пластиковые. Каждый год на водозаборе углубляется, очищается от наноса в канал, ремонтируется металлоконструкция. Создается такой поток воды, который не позволит зимой образоваться промерзанием. Для более удобного съезда в канал очищающей техники запетонирован спуск. А это хранилище чистой воды. Отсюда она поступает в дома и квартиры жителей нашего города. На данный момент кровля здесь пришла в негодность и скоро тоже будет заменена. Это хранилище должно быть герметично и атмосферные осадки туда поступать не должны. Для этого нужно кровлю отремонтировать. Для ремонта кровли нужны деньги. Мы приобрели материал и думаем до конца лета, осени крышу отремонтировать. Таким образом планируются все виды работ в рамках подготовки к зиме, к началу утопительного сезона выполнить. Татьяна Чистова, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА.